Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Пять краснокнижных птиц пытались вывезти в Арабские Эмираты. Во сколько оценили пернатых? На покупателей с претензией жалуются в сфере недвижимости. С чем связана активность земляков в области права? Она не представляет жизнь бесконного спорта, а лошадей считает друзьями. Наш сюжет о еще одной интересной жительнице Барнаула. Но вначале бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву продлили срок заключения под стражей еще на месяц до 9 апреля. Такое решение принял сегодня Индустриальный районный суд. Напомним, Шеломенцеву инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, еще в 2020 году, будучи председателем Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, чиновник через посредника получил взятку от одного из барнаульских перевозчиков. Сумма составила 2 миллиона рублей. Шеломенцева задержали в начале года. В феврале он покинул должность замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту. Потребительский терроризм – одна из главных головных болей для предпринимателей в последнем десятилетии. Ведь из-за злоупотребления принципом «клиент всегда прав», споры зачастую заканчиваются разбирательствами в суде. Особенно напряженно этот вопрос стоит на рынке недвижимости. Какие меры предпринимают застройщики и действительно ли они жертвы? Расскажем далее. У меня строится квартира в Москве, она сейчас уже достроена. Идет срок задержки строительства. Я прекрасно понимаю, почему это происходит. И мне раздается звонок компании, которая предлагает мне подать иск на застройщика для того, чтобы получить финансовую компенсацию. Диана говорит, это классический случай так называемого потребительского терроризма. Вместо того, чтобы уладить ситуацию с подрядчиком мирным путем, сразу пишется иск в суд. В последние годы тенденция к злоупотреблению клиентскими правами распространилась по всей России, констатирует эксперт. Лишь за 2022 год застройщики выплатили 48 миллиардов компаниям, занимающимся претензионной работой. Причин для такого роста несколько. Во-первых, повышение юридической грамотности людей. Во-вторых, проблемные застройщики. По отношению года 2-3 назад была значительная проблема с просрочкой исполнения по передаче квартиры. То есть застройщики с того момента очень подкорректировали договоры. Как правило, они указывают сроки очень-очень с запасом и выдают квартиры на полгода, бывает даже на год раньше. Сейчас к алтайским юристам все чаще обращаются с другой претензией. Некачественная работа. Происходит такое из-за экономии на стройматериалах и рабочей силе. Причины могут быть незначительными. Помята входная дверь, сломан стеклопакет. И серьезными. Проблемы с полом и стенами. Если застройщик не согласен решать их, то стоит провести экспертизу. Попробовать нажиться на проколах подрядчика – идея не лучшая. Доверителю объясняется о том, что если экспертиза выполнена с намеренным увеличением стоимости, то в суде она будет падать. Чем больше она кручена, тем сильнее она упадет. Поэтому всегда такие люди есть, но это, как правило, исключение. Если как такового потребительского терроризма нет, и человек просто отстаивает свои права, то проблем, скорее всего, не возникнет. В подавляющем большинстве случаев суд встанет на сторону покупателя. Однако из года в год у застройщиков возникают новые идеи по защите своих прав. Федерация ИЖС сейчас активно продвигает внедрение стандарта технического приема всех объектов. Безусловно, это платная история. И, безусловно, она тоже будет накладывать свое влияние на цену на конечную. А пока эту функцию выполняют платные специалисты, которых нанимают некоторые жильцы для приемки квартир. Успокоит ли конечного потребителя общая экспертиза, спасающая от возможных недочетов, но которая повысит и без того дорогую стоимость квартир – вопрос открытый. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Контрабанду из пяти редких птиц стоимостью в 11 миллионов рублей пресекли на Алтае. Кречетов из «Красной книги» пытались незаконно вывезти из России в Арабские Эмираты. Кто везет в автомобиле? Сокол, балабан. По данным следствия, двое мужчин, один из которых в Барнаулец, незаконно приобрели у камчатского охотника пять кречетов. Птиц планировали вывезти за границу и продать за 11 миллионов рублей для использования в соколиной охоте. Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, так как они были задержаны. Пернатых передали экологам и после реабилитации выпустили в естественную среду. В отношении московича и иностранца возбуждены два уголовных дела. Уголовное дело против жителя Барнаула выделили в отдельное производство, поскольку он скрылся от правоохранителей. Доступ к новым масштабным знаниям, подходам, разработкам и обмен практическим опытом. Все это стало возможным на научно-практической конференции для врачей, которая накануне прошла в Бийске. Специалисты федерального уровня и медики из десятков региональных лечебно-профилактических учреждений при поддержке Минздрава Алтайского края встретились на площадке фармацевтической компании «Валар», чтобы обсудить репродуктивное здоровье. Подробнее далее. В фокусе – репродуктивное здоровье. Врачи из нескольких десятков лечебно-профилактических учреждений Алтайского края встретились в Бийске, чтобы на научно-практической конференции «Мужское и женское здоровье» альтернативные решения и новые возможности – обсудить новейшие научные данные и актуальные клинические практики. Сегодня будет поднято несколько тем, достаточно злободневных в нашей специальности. А наша специальность – это урология, это воспалительные заболевания в водящих путях и вочекаемая болезнь, что является крайне значимым для Алтайского края. Я считаю, что, во-первых, в образовательном плане и в плане дискуссии очень важное мероприятие. Вы знаете, я думаю, очень важно, потому что, как говорят в споре, рождается истина, а когда собирается такое междисциплинарное большое общество, здесь обсуждается очень много вопросов, которые идут на стыке специальностей. Поэтому, да, это крайне важно и нужно. Подобные конференции, а они не первый год проходят на площадке фармацевтической компании «Эвалар» для практикующих врачей. Это не только уникальная возможность обсудить максимально широкий спектр вопросов, но и лично посетить непосредственно производство. Я уже не первый раз принимаю участие в конференции, которую организует компания «Эвалар». Здесь, в БИСКе, для врачей, для специалистов общего профиля, терапевтов, гинекологов, урологов. Сам я уролог и в каком-то смысле отвечаю за мужское здоровье. И для нас очень важно, безусловно, то, что у нас есть возможность активно применять в нашем повседневном каком-то рабочем режиме лекарственные средства, которые выпускает эта компания. Они нам необходимы, в том числе и потому, что они позволяют нам в какой-то мере замещать те западные лекарственные средства, которые так или иначе уходят с рынка. Это контурно-ячейковые упаковки, потому что ячейка выдавливается. Мероприятия подобного рода для врачей в регионах способствуют росту качества оказания медицинской помощи на местах. При этом поставщики кадров говорят о том, что технологическая масштабность производства произвела впечатление и на них. Ну и важно для подготовки кадров тех, кто будет в дальнейшем работать как раз в этом направлении. Это провизоры, фармацевты, которые готовят наш университет в том числе. И сегодня для себя мы увидели еще возможность взаимодействия. У нас есть медицинский класс в Бийске, мы будем еще их открывать. То есть ребят нужно приводить сюда на экскурсии, проводить у них тут занятия и продвигать, скажем, кадровую политику в этом плане. Возможности повышения эффективности, клиническое применение инновационных нутрицептиков, проблемы менопаузы, молочных желез и половых гормонов, физиология и онкология – это лишь часть обсуждения. Вывод абсолютного большинства участников конференции. Взаимодействие с ведущими представителями науки в конечном итоге идет на пользу тех, ради кого работают медики. На пользу пациентов. Ксения Цапко, Сергей Бертман, Будня. Прямые рейсы в Турцию из Барнаула запустят в начале мая. Это будет второе международное туристическое направление после Пхукета. Несмотря на дорогие путевки, барнаульцы раскупают их довольно быстро. Есть ли риски отмены чартеров, а также мнение экспертов о популярности внутреннего туризма, в том числе в самой краевой столице, в нашем сюжете. Турция уже долгое время хит-продаж летнего отдыха и востребованность туров из Барнаула в Анталию, особенно семей с детьми, сомнений у представителей алтайской туротрасли не вызывает. Конечно, вылет будет зависеть от загрузки рейсов и вряд ли примут решение об отмене чартеров. Я думаю, что такая ситуация уже маловероятна, потому что Турция всегда востребована у горожан. Рейсов не так много поставлено, и я думаю, что они будут заполнены. Очень удобно лететь напрямую с Барнаула, потому что дополнительная дорога – это, во-первых, и дополнительные затраты, и временные затраты. Алтайский край, Горный Алтай – тоже давно точка притяжения туристов. Последние пару лет турпоток к нам из центра России увеличился на 20-30%. И это еще не предел. Туроператоры говорят, комфортных точек размещения становится больше, а это для многих один из основных факторов. Причем бронировать лето надо уже сейчас, иначе мест просто не останется. Топ-5 самых популярных туристических мест Алтая от Натальи Белоусовой. Во-первых, это район Манжирока, потому что там появился достойный сервис, инфраструктура. Второе место – это район озера Ая, потому что это близость, во-первых, к аэропорту и так далее. Третье место – это, наверное, Белокурья, потому что, конечно, это, во-первых, так как для лечения ее выбирают, так и для семейного отдыха. Это у нас, наверное, Телецкое озеро, потому что сейчас дорога туда тоже становится более комфортной. Ну и пятое место – это, наверное, Высокогорье, то есть это район Октаж и туда выше. То есть это возможность посмотреть другой Алтай и возможность сочетать с экскурсионкой. Все чаще туристы, выбирающие Алтай, заезжают в Бурнаул. Да и, в принципе, туры по городу становятся все более востребованы. Есть что показать, говорят эксперты. В первую очередь уже отреставрированные объекты. Дом Шадрина, ресторан «Русский чай». Сейчас реконструируют сразу несколько зданий на Льва Толстого. Из новинок – парк «Изумрудный». Да и районы города советской эпохи тоже многим интересны, рассказывает Данил Дегтярев. Многое зависит от знаний и опыта экскурсовода. Если это экскурсовод, который в теме, который знает факты, знает истории, может рассказать об интересных людях. Я вот тут недавно посмотрел хронику жизни Барнаула во время Великой Отечественной войны. Так вот, к нам за три месяца приехали, вот просто вдумайтесь, Константин Паустовский, Николай Черкасов, это актер Александра Невского играл, который Изабелла Юрьева, певица народных песен, Леонид Утесов, Вольф Мессинг. Вот пять звезд за два-три месяца. Туры по городу востребованы круглогодично, но, конечно, летний период самый популярный. Скользить и падать не придется, говорит историк. Чаще всего туристы – это молодежь, но есть и активные люди за 70, ну и топ-5 мест Барнаула, по мнению Дегтярева. Это Нагорный парк, улица Льва Толстого, кварталы деревянного зодчества на Анатолии и Никитина, парк Изумрудные окрестности, а также проспект Ленина от Старого базара до площади Октября. Во всех этих местах он сам был неоднократно и, что называется, рекомендует. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Денис Толком. Он прошел Кавказ и Сирию, не раз поднимался в небо на борту самолета в роли командира экипажа и высоко оценивает уровень подготовки в Барнаульской летной школе-интернате. Сергей Демьяненко – заслуженный летчик-испытатель. Сегодня он встретился со студентами военной кафедры Политехнического университета. 99-й год. Сергей Демьяненко провел на Северном Кавказе, участвуя в контртеррористической операции. Летчик-испытатель, ныне герой России, прибыл в Барнаул, встретился с юными коллегами, студентами военной кафедры Политехнического вуза. Возможность пообщаться с представителем непростой профессии заинтересовала и парней, и их наставников. Мы обучаем в полевых условиях организацию приготовления пищи. Может, у вас какие-то есть примеры. Два куска хлеба на завтрак, два куска хлеба на обед, два куска хлеба на луну. Не потому, что там чего-то не хватало, просто вот бывает ситуация, когда перехватили, и колонну там где-то прижали, и вовремя завезли. Ну ничего, в этой ситуации улетом состава, ящик сядет, патронный, открываешь, там салы лежит, колбаса копченая лежит, мясо вяленое. Молодежь спрашивала об историях с работы, парней интересовала, можно ли в короткий срок научиться управлять воздушным судном. Сергей Демьяненко вспомнил, как в его молодость Барнаульская летная школа была одной из самых мощных в стране по подготовке будущих летчиков. Школа существует и сейчас, но без специального обучения, которое позволяет выпускникам стать военными летчиками и устроиться в престижные подразделения. В мое время было училище Барнаульское. И в свое время, оно же не только ваше Барнаульское училище, оно было и Саратовское училище, оно было и Волгограде-Качинское училище, ну и так далее. По списку можно перечислять. Это были, ну как, гранты. Вот ваше училище готовило истребителей-бомбировщиков. Кача готовила истребителей. Саратов готовила армейскую авиацию. То есть это были те гранты училища, которые, ну, пускай летчиков защищали не по стране. В Алтайском крае надеются, что былая мощь еще вернется в Барнаульскую летную школу. И наш регион продолжит воспитывать героев для страны. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Свыше 200 алтайских школьников приняли участие в юбилейном 10-м медиафоруме «В ритме жизни». В рамках масштабного события активисты школьных медиа-центров посетили краевые телеканалы и узнали, как создаются видеосюжеты, набирающие многочисленные просмотры. Подробности у Валентины Аскеровой. К 2030 году уровень бедности в России намеренно снизить до 7%. Прочитать новости с суфлера и получить одобрение от главного редактора телеканала «ТОК» Елены Кузовкиной. Талантливые школьники из самых разных уголков Алтайского края съехались в Барнаул и отправились на медиа-экскурсию в студию нашего телеканала. Дети своими глазами увидели, как создаются новости. В общем, здесь плазма, здесь выходят тематические картинки, соответствующие каждому сюжету. Диктор стоит примерно вот в этом месте. Для работы у него три суфлера. Подобные мероприятия очень важны, потому что это, во-первых, привлечение молодежи ко всему этому, потому что скоро уже 11 класс, надо выбирать свою профессию, выбирать, кем ты хочешь стать. И журналисты – это сейчас очень важно, потому что все эти новости в стране, это очень важно всем знать. Медиафорум с участием алтайских школьников прошел в начале марта. После открытия дети и их педагоги разъехались по тематическим площадкам, побывали на познавательных лекциях, мастер-классах, в телекомпаниях края и в уникальном музее открытки, работающем в СМГ. Вот эта открытка старая, видите, у нее очень мало цветов. Возможности типографии в 1958 году были небольшие. Но и здесь она несет воспитательную роль. То есть здесь показывается, девочка рисует открытку своими руками. То есть, как бы, возьми, да нарисуй, да сделай. Юбилейный 10-й медиафорум в «Ритме жизни» прошел в рамках продвижения и развития медиа-центров в образовательных учреждениях края. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Картина с сакральным смыслом сама выбирает своего будущего владельца. Такого мнения придерживается художница Тетивик Арсинян. Она называет себя проектором души и каждую свою работу творит по зову сердца. Выставка ее картин открылась сегодня в арт-резиденции «Кот». Дарья Рошина первая увидела таинственные полотна. Автор картин не называет себя художницей. Она не профессионал. Честнее, как признается сама Тетивик, назвать ее проектором души. Так, перед написанием некоторых работа на беседу с человеком, которому будет посвящена эта картина, чтобы лучше его почувствовать. А что делать дальше с красками, открывается создателю в мистическом опыте. Получала достаточно большой отклик среди людей. Я видела, понимала, что действительно то, что я делаю, это нужно людям. И меня даже жизнь людей, и очень долго я вообще об этом не хотела говорить, потому что я считаю, что о сакральном громко говорить не надо. Это нечто такое, больше как таинство между владельцем картины и самим создателем. Зрители называют ее полотна волшебными. Например, автор говорит, что от прикосновения к этой работе можно забеременеть. Все шесть лет Тетивик для нужного состояния в работе занимается йогой, медитациями и самопознанием. Чтобы понять чувства другого человека, нужно изучить свои. Она долгое время не представляла свое творчество на широкое обозрение. Несмотря на то, что у нее было много частных клиентов. И чем она меня впечатлила, это новый художник, который пропускает каждую картину через свою душу, направляя все свое искусство на исцеление других людей. Это авторский стиль, причем я вам могу сказать, что мои картины получили свидетельство о депонировании авторского права, государственного образца. Сюжеты все авторские, они приходят во время медитации, снов. Я вспомнила слова, которые Модельяне говорил о том, что «Когда я познаю твою душу, я нарисую твои глаза». Сакральные символы автор не объясняет. Смысл работы детально раскрывает только тому, кому она посвящена. А некоторые произведения никогда не будут проданы, слишком личные. Окунуться в таинственный творческий мир автора можно на выставке. Она действует до 14 апреля. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. В эти праздничные выходные будет сказано много добрых слов. Мы решили узнать, какие приятности барнаульцы говорят женщинам и что приятное они слышат от них. Девушкам, маме, подружкам какие приятные слова ты говоришь? Ну, то, что они самые лучшие. Лучшие у них никого нету и никогда не будет. Комплименты какие-то, само собой. Чтобы они оставались самыми лучшими для нас, красивыми, умными, чтобы привлекали нас. Красивая, милая, ну, что-то обыденное. Ты добрая, ну, вот такие основные. От женщин, от девушек приятные слова в свою сторону какие-то слышат? Что тебе говорят? Ну, на самом деле ничего такого не говорят особо. Харизматичный, какой еще смешной в основном, забавный. То, что я милый. У меня волосы красивые. Что я красавчик. Про внешность могу сказать, что сильно выгляжу, там, еще что-то. От девушек редко слышу комплименты. У нас все равно же хоть когда-нибудь слышал. Не, ну, наверное, девушки же как мужчины уже по поступкам обычно оценивают. И нас же просто так обычно не хвалят и комплименты не говорят. Нам же обычно, когда мы что-то сделали, говорят. Эта девушка может приучить даже самого своенравного коня. Жительница Барнаула Людмила Чурсина. Катается верхом, обучает конному спорту детей и профессионально держит в руках фотоаппарат. Подробнее о девушке, которая не представляет свою жизнь без верховой езды, расскажет Валентина Аскерова. Вот сейчас мы все цариночки с нее уберем. Вот уже больше 20 лет Людмила Чурсина сдувает пылинки со своих подопечных. В прошлом девушка профессионально занималась конным спортом, троеборьем. Сегодня тренирует своих дочек, пятилетнюю Сашу и шестилетнюю Машу. Не могла устоять вот с такого же возраста, как и мои дети. От их красоты, от этих вот мягких носиков. И вот прям с самого раннего детства всегда в парке ходили с мамой. Я ее просила, мама покатай меня. Ну и в конечном итоге она меня отдала в секцию по конному спорту. В юном возрасте всадница выполнила норматив кандидата в мастера спорта, стала абсолютной чемпионкой Сибири, бронзовым призером России. Спортивная карьера летела в гору. Но на самом пике Людмиле пришлось взять паузу ради семьи. Все внимание отдаю детям. И периодически у меня есть тренировки детские. То есть ко мне приходят заниматься дети, я их обучаю всему тому, чему научилась сама. Ну и периодически сама сажусь. Есть лошадка молодая, с которой я начинаю заниматься, чтобы навык-то не потерять. Дома сидеть это очень скучно. При том темпе жизни, который у меня был, вот так вот резко сесть дома, это невозможно. Это все равно. Скучаю, хочу опять сюда, опять прийти к лошадочкам своим. Потому как Людмила уверенно держится в седле, видно, что навык она не потеряла. Наоборот, приумножила. Девушка поделилась, в чем секрет ее мастерства. С животными нужно разговаривать на языке животных. Они понимают лидерство. И если у человека характер мягкий, так скажем, он скажет, лошадочка, ну пожалуйста, повези мне, лошадочка никуда не повезет. Потому что ей надо сказать, я хочу туда, мы идем туда, потому что это я хочу. Тогда она соглашается и везет. Помимо тренировок, воспитания детей, девушка профессионально занимается фотографией. Еще во времена пленочных зенитов мне мама дала в руки фотоаппарации, сказала, иди поучись. И мне очень понравилось. Естественно, первые мои модели это были лошади и подружки с лошадьми. Ну и теперь, когда я ушла в декрет и со спортом пришлось завязать, у меня фотография стала, так скажем, приоритетнее. Людмила мечтает вернуться в профессиональный спорт, выполнить норматив мастера спорта, открыть собственную школу и учить всех желающих, так же, как и она, уверенно держаться в седле. Плечи назад, спина ровная, пяточки вниз и на расси нужно привставать. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Держись. День с толком.